ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СМИ получили долгожданное приглашение на мероприятие, посвященное выходу новинки Sony PS4, которая пройдет 20 февраля этого года. По заявленным характеристикам, она должна оказаться производительней главного конкурента Xbox 720. Журнал The Wall Street Journal отмечает, что для приставки якобы разработан новый контроллер, внешне напоминающий DualShock 3, а вместо привычных кнопок Select и Start появится сенсорная панель. Помимо этого, контроллер будет обладать новой кнопкой Share для получения скриншотов и видеороликов геймплея. Сообщается, что приставка получит 4 гигабайта памяти GDDR5. Ее снабдят процессором AMD с четырьмя или даже восьмью ядрами. Консоль, предположительно, позволит выводить изображение с разрешением до 4К, а также запускать 3D-игры в формате Full HD. В том случае, если Sony действительно представит новую систему, как это ожидается, то у компании появится солидное конкурентное преимущество. Компания Fujitsu разработала технологию, которая позволит передавать данные с персонального компьютера или телевизора на телефон с помощью видео. Технология основана на наложении невидимых метаданных, они легко захватываются на устройстве приемника. Сегодня при просмотре той или иной рекламы на телевидении для подробной информации достаточно вести ключевые слова в поисковых сайтах. Но с этой технологией вам следует лишь навести ваш смартфон на телевизор, и подробная информация появится у вас на экране. Транслятор может вывести на экран свой индикатор, чтобы гаджет его распознал. Что любопытно, связь устанавливается без лишних задержек, и файл передается сразу. В отличие от большинства современных технологий, вам не нужно производить никаких настроек. Инженеры Fujitsu предполагают, что с помощью данной технологии будет удобно передавать фотографии или электронные версии раздаточных материалов на презентациях и семинарах. Полномасштабная презентация изобретения состоится на выставке Mobile World Congress 2013, которая пройдет в Барселоне с 25 по 28 февраля. Все мы огорчаемся, когда наши любимые устройства разряжаются в самый неподходящий момент, особенно когда они нам так нужны. Так вот, компания Duracell дает решение этой проблемы. Недавно компания выпустила новые портативные зарядные устройства для iPhone, плееров iPod и других мобильных гаджетов. Портативные зарядки подключаются к мобильным девайсам через порт mini или microUSB с помощью входящих в комплект кабеля и переходника. Для зарядки iPhone, iPod Touch и iPad подходят кабель от родного зарядного устройства. Новинка имеет преимущество в виде легкости, компактности, а также простоте использования. Зарядное устройство Duracell мощностью 1150 мАч заряжается от Mac или PC через стандартный USB-порт. Его энергии хватит, чтобы, к примеру, использовать iPhone в режиме разговора в среднем до 3 часов, а зарядное устройство Duracell мощностью 1800 мАч, которое способно обеспечить до 5 дополнительных часов разговора по телефону, можно зарядить от обычной стационарной розетки. Довольно полезная вещь. Надеемся, что компания будет продолжать радовать нас своими новыми изобретениями. Разговоры о том, что компания Nokia собирается заняться планшетами, ходили давно, но только сейчас глава компании Стивен Элоп заявил, что Nokia всерьез об этом задумалась. По словам Элопа, на данный момент специалисты компании изучают рынок, дабы понять, стоит ли Nokia входить в сферу планшетов. На вопрос журналистов о том, на какой операционной системе будет работать планшет Nokia, Элоп не дал однозначного ответа, но тонко намекнул, что компания в первую очередь предпочтет Windows, при этом не исключает Android. Более подробная информация о планшетах пока что не разглашается, но многие предполагают, что новинка может заинтересовать большинство потребителей, поскольку выход нового интернет-планшета для Nokia предсказуем и ожидаем. Как вы помните, совсем недавно хакеры взломали Twitter, что повергло в шок 250 тысяч пользователей сайта, электронные адреса и пароли которых стали доступны злоумышленникам. Но сеть микроблогов планирует ввести опцию двухфакторной аутентификации. Такая функция позволит исключать возможность взлома аккаунтов хакерами или вандалами, даже в случае, если им удалось завладеть паролем пользователя. Система 2FA, которую Google уже предлагает пользователям своего почтового сервиса, блокирует доступ к аккаунту со всех устройств, если после ввода пароля не ввести короткий номер, отправляемый на мобильный телефон, привязанный к аккаунту. Будем надеяться, что такая система будет надежно предотвращать хакерские атаки. Напомню, что уже в эти выходные вы можете увидеть крэш-тест телефона КЭТ-Б25. Ни один телефон не застрахован от того, что он может умереть в любом месте и даже в метро. Смотрите наши новости по вторникам и четвергам. Пока!